Настало время машин, приготовьтесь к бою и уничтожьте всех захватчиков, которых мы же и сами создали, а я переключаюсь на последнего выжившего на данной планете. А на самом деле игра под названием Robotech, хотя это и не стратегия вовсе, это рулетка, ну да, это простая рулетка, но если вы досмотрите этот обзор, мне все равно будет приятно, ну и конечно же, если вы подпишетесь на мой канал, то мне будет вдвойне приятно. Итак, Robotech. Сразу скажу, игра весит, кот наплакал, так что вы можете ее вообще со своего устройства не убирать. Язык тут всего лишь один, по классике, как всегда, английский, но прочий тут не нужен, потому что слишком просто все. Да и геймплей вроде тоже простой. Компания, мультиплеер, обучение, да дуэль. Ничего больше не надо, плюс игра бесплатная. Процесс боя тоже очень простой. Нажимаешь на стрелочку и выбираешь самый левый слот, а вот два остальных уже выбираются случайно. Есть еще и нижняя панель, вспомогательная. Она может существенно переломить исход боя, только активируйте ее в нужный момент. Ну а мы возвращаемся к рулетке. У нее три типа раскрутки. Боты, вспомогательная и наступательная. В ботах у нас есть дрон, танк-бот и дроид. Каждый из этих трех ботов годится для боя по-своему. В бонусах, как я их называю, есть взлом вражеского робота, точнее перетягивание его на вашу сторону, есть бустер для ваших роботов и дебаф вражеских роботов, и есть энергощит, который неуязвим для микроволн. Ну и в атаке у нас есть, конечно же, лазерный луч, куда же без него, который наносит огромный урон. И если прочность робота ниже, то луч переключается на другого робота, ну а предыдущего, естественно, он добивает. Есть шок, с помощью которого можно вырубить вражеских ботов, но только до тех пор, пока их не отремонтируют. И есть микроволны, а точнее нанесение всем роботам определенного количества урона. Что ж, а если вам повезло и вы выбили сразу три одинаковых слота, то вы можете совершить еще одну прокрутку рулетки. Главное, чтобы вам всегда выпадало по три слота, и тогда вы можете ее крутить хоть бесконечное количество раз. Вот такая вот небольшая обивалка времени получилась. Не самая, конечно, интересная, но иногда время скоротать помогает. Думаю, тут больше объяснять нечего, но запомните одно. I'll be back. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!